Удивительные и уникальные отели мира. Переночевать в одном из таких само по себе приключения. ТОП 10 отелей, переоборудованных из транспортных средств. Хранк и Ильма Аппель из небольшой нидерландской деревушки превратили два самых обычных трамвайных вагона в замечательный семейный апарт-отель. В отеле всего 4 номера, включающих все необходимое для комфортного проживания, двуспальную кровать, оборудованную кухню, душ, туалет и многое другое. Сами хозяева этого апарт-отеля также живут в очень необычном доме, вписав в его архитектуру известный красный двухэтажный английский автобус, превратив его в свою спальню. На территории окружающий отель много интересного. Видеотека в форме НЛО и вот такая скульптурная композиция. Стоимость проживания в отеле от 60 евро за ночь. Следующий необыкновенный отель расположен недалеко от города Чичестер в Великобритании. Он состоит из четырех переоборудованных знаменитых пульмановских железнодорожных вагонов и здания старой железнодорожной станции, построенной в 1892 году для принца Уэльского, позже Эдуарда VII. Зал ожидания вокзала – это холл гостиницы, билетные кассы, кухня, а на перроне в теплое время подают завтрак. Роскошь пульмановских вагонов сохранилась в раскопленных номерах отеля. Стоимость проживания в данном отеле составляет 250-400 евро за ночь. Еще один железнодорожный отель находится в Англии, на западном побережье Корнуола. Отель состоит из четырех вагонов, расположенных в разных частях побережья. Самый старый, 48-футовый почтовый вагон номер 841 был построен в 1889 году для Great Western Railway. Каждый отель-вагон имеет свой собственный сад и неповторимую атмосферу. Стоимость проживания – 100 евро за ночь. Вагон сдается целиком на компанию, минимум на три ночи. Хотите почувствовать себя богатым человеком, например, владельцем собственного самолета? Тогда забронируйте себе для проживания номер в отеле Airplane Suite. Этот отель находится в голландской деревне Теух на территории местного аэропорта и состоит из одного номера «Люкс», оборудованного на борту самолета Ил-18. Самолет, построенный в 1960 году, ранее принадлежал правительству ГДР и использовался для перевозок членов правительства, затем выполнял международные рейсы немецкой авиакомпании «Интерфлуг». После объединения Германии он в течение 15 лет использовался в качестве ресторана, а в 2007 году был куплен компанией Hotel Suits. Самолет длиной 40 метров представляет собой семейный номер «Люкс» с джакузи, душевой кабиной, инфракрасной сауной, мины-баром, тремя телевизорами с плоским экраном, Blu-ray, DVD, а также буфет с мини-кухней. Отель расположен в порту небольшого городка Харлинген-Хевен, прямо в бывшей машинной комнате крана на высоте 17 метров над Пирсом. Кран был построен в 1967 году и использовался вплоть до 1996 года для разгрузки леса. Теперь настоящий портовый кран превратился в эксклюзивное убежище для двоих. Приглашать гостей категорически запрещено. В старой кабине крана расположилась роскошная спальня, которая была бы вполне уместна в самых современных дизайнерских отелях. Наверх вас доставит лифт. Вся электроника и освещение в номере управляются сенсорными панелями. В кране предусмотрен телевизор, однако он показывает только DVD-фильмы, выбор которых предлагается довольно широкий прямо в номере. Самой главной фишкой Crane Hotel является возможность самому управлять краном. чтобы выбрать самый подходящий вид. В кабину крановщика ведет маленькая лесенка прямо из номера. По легкому нажатию на рычаг 65 тысяч тонн стали начнут поворачиваться на 360 градусов. Вы сможете полностью управлять видом из окна и с высоты увидите панораму города, включая маяк и, конечно, море. Фантастический завтрак входит в стоимость проживания и поставляется наверх через внутренний лифт вашей спальни. Провести ночь в таком отеле стоит 319 евро, а если вы захотите провести там канун Нового года, то 599 евро, включая бонус в виде бутылки шампанского. Джамбо Стей Хостел на борту самолета Boeing 747-200 Самолет, построенный в 1976 году, три десятилетия спустя был переоборудован в хостел Джамбо Стей и теперь принимает гостей со всего мира. Интерьер был полностью демонтирован, салон продезинфицирован. В нем оборудовали 29 комнат. Площадь стандартного номера 6 квадратных метров. Самый дорогой и просторный располагается в кабине пилотов. Там есть даже туалет. Для остальных гостей удобство в коридоре. Из кабины пилотов открывается панорамный вид на аэропорт. Из обычных номеров вид на взлетную полосу. В каждой комнате телевизор. Можно следить за расписанием рейсов. В Джамбо Стей расположено бортовое кафе с отличным видом на аэропорт. Выпить кофе здесь может любой желающий. Также на борту самолета проводятся экскурсии, а в небольшом сувенирном магазинчике можно купить модели Boeing 747-200 с символикой хостела. В летнее время на левом крыле самолета открыта смыстровая площадка. Гостиница для любителей авто. И в архитектуре здания, и в дизайне доминирует соответствующая тематика. Этот современный четырехзвоздачный отель находится в городе Бёблинген в Германии. В распоряжении гостей номера с оригинальным дизайнерским интерьером и Wi-Fi. В оформлении номеров используются элементы и запчасти автомобилей, а также раритетные средства передвижения целиком. Можно поспать на кровати-каделлаке, укрыться в спальне-гараже, развалиться на диване-капоте, переночевать на автомойке в одном из десяти тематических номеров. Кроме того, в отеле можно заняться боди-тюнингом в салоне массажа и хорошо заправиться в местном гастрономическом ресторане. В числе удобств – рабочий стол, принадлежности для чая, кофе и телевизор со спутниковыми каналами. В четырех километрах от международного аэропорта Самуи в Таиланде находится курортный отель Imperial Boat House. Отель расположен в нескольких шагах от красивого пляжа Чонгмон Бич. До следующего пляжа – 7 километров, и Imperial организует бесплатный проезд к нему. В курортном отеле вам будет предложено размещение в 34 роскошных люксах, для создания которых использовались настоящие рисовые баржи из стекового дерева. Все они отличаются уникальным дизайном. Номера Premier расположены в малоэтажных зданиях. Во всех номерах и люксах есть собственная терраса с видом в сад или на бассейн. В СПА-салоне Imperial можно пройти расслабляющие массажные или косметические процедуры для тела, можно заняться плаванием на каное или ивентсерфингом, а также организуются уроки подводного плавания и дайвингом. На острове Сипадан в Малайзии есть необычная гостиница, расположенная среди невероятных подводных красот, привлекающая дайверов со всего мира. Это бывшая нефтяная платформа, перемещенная и переоборудованная в отель на воде со своим домашним искусственным рифом. В ней имеются все удобства, присущие четырехзвездочному отелю, кондиционеры, души с горячей и холодной водой, спутниковое телевидение и даже беспроводной интернет. Просторный ресторан с развлекательным центром предлагает одни из вкуснейших в регионе блюд от азиатской до европейской кухни. Главные сокровища гостиницы спрятаны под старой нефтяной вышкой. Это красочный подводный мир, барракуды, каракатицы, мурены, морские окуни и другие представители местной фауны. Кроме того, недалеко от отеля расположились острова Мабул, Капалай и знаменитый остров Сипадан, признанные лучшими в мире для занятий дайвингом. Катера отправляются к этим островам каждый день, а бесплатный безлимитный дайвинг вокруг самой платформы возможен в любое время при условии наличия напарника. Вам больше не придется добираться до места погружения пешком по пляжу в полной дайвинг-экипировке. В воду или на лодку вас спустят специальный лифт. В гостинице действует дайв-клуб, который обучает новичков азам подводного плавания. Имеется и детский клуб для тех, кто не побоялся проделать непростой путь в эту точку планеты вместе с малышами. Неподалеку от немецкого города Бонн находится необычный гостиничный комплекс, представляющий собой импровизированную автостоянку из 15 тяжелых автоприцепов, двух стареньких пульмановских железнодорожных вагонов и четырех американских трейлеров. Концепция этого отеля не укладывается в традиционные рамки. Это что-то среднее между кемпингом и хостелом. Открылся он для посетителей в конце августа 2013 года. Трофеи для отеля добывались на различных ярмарках и блошиных рынках, на аукционах поддержанных автофургонов от Польши и Румынии до Нидерландо и Соединенных Штатов Америки. Кемпинг-отель находится в бывших складских помещениях компании Lancome, состоит из 20 номеров, 120 спальных мест и занимает площадь в 1600 квадратных метров. Все трейлеры оформлены в разнообразных стилях, начиная от цветочного стиля хиппи и заканчивая космическим. Автоприцеп под названием Big Ben украшает британский флаг. Внутреннее убранство номера напоминает Англию в миниатюре. Викторианская мебель, цветастые занавесочки, китайский чайный сервиз. Палатка, установленная на крыше голубой малолитражки Трабант, ностальгия для путешественников из бывшей Восточной Германии. Для поклонников морского отдыха предназначен автоприцеп, оформленный под лодку. Морские аксессуары покрывают не только стены, но и корпус вагончиком. Своеобразный ретро-музей представляет собой фургон Рокобилли, названный в честь целой субкультуры 50-х годов XX века. В нем нашлось место для винтажных ламп, плакатов с Бриджит Бордо и граммофонных пластинок на стенах. В купе вагона старого поезда находится компактный номер площадью 4 квадратных метра, где установлены две двухъярусные кровати и раковина. Все цены на проживание в этом оригинальном отеле включают завтрак, налоги, бесплатный Wi-Fi, бесплатную парковку и постельное белье. Стоимость проживания варьируется от 22 до 69 евро за ночь. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал. Смотрите дальше, мы познакомим вас с еще более удивительными, поразительными отелями в мире. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok